Сегодня само понятие «достойные условия жизни» включает в себя целую инфраструктуру. Визуальные изменения базируются на основательном содержании. Всё делается продуманно и, как говорится, на многие десятилетия. О том, каким становится Ахангаранский район Ташкентской области, поделится Шухрат Шакиров. Махалинский исход граждан Эйвалек. Территория в Ахангаране на протяжении долгих лет остававшаяся без внимания. Одна из острых проблем связана с плачевным состоянием построенных в 1978-81 годах 23 многоэтажек. Пяти из них гуляет ветер. Никто не живёт. Они были практически заброшены. Протекала кровля, осыпался фасад и других 18 домов. Людям приходилось смириться с таким положением дел. А что делать? Куда деваться? Жить-то надо. Питьевую воду давали каждый день по два часа. Успел набрать воду? Хорошо. А кто не успел, как говорится, тот опоздал. Перебои в подаче электроэнергии и природного газа – тоже настоящая головная боль. Дороги разбиты. Всё было в упадке. В настроениях людей превалировал пессимизм. И вот при участии ответственных лиц органов прокуратуры, которые прикреплены к этой территории, сегодня один за другим решаются, кажется, неразрешимые проблемы. Решаются комплексно. В первую очередь приступили к обновлению кровли в фасадной части подъездов 23 многоэтажных домов. Меняют на пластиковые и алюминиевые. Оконные и другие рамы. Приводят в порядок инженерные коммуникации в подвале, внутренние дороги. Обновляется система подачи питьевой воды, для чего устанавливают в частности насосы. В итоге более 1300 жителей Махали и Валек. Все социальные объекты будут полностью обеспечены питьевой водой. 24 часа в сутки. Заново отстраивают старые здания семейной поликлиники, что послужит повышению качества предоставляемых населению медицинских услуг. Рядом возводят фитнес-клуд для женщин. В трех селениях Шоштепа, Янгихайот и Тошсой выполняется большой объем созидательных работ. В частности, строится более чем трехкилометровая водопроводная сеть. Реконструируется одно водное сооружение. Ремонтируется свыше 5 километров дорог. Система освещения на протяжении 2 километров. Более 9 километров линий электропередач и 11,5 километров газовых сетей. Четыре трансформатора. Устанавливают еще один новый. Также проводится озеленительная работа на площади 200 тысяч квадратных метров. Строится три пункта сбора отходов. В рамках созидательного процесса капитально ремонтируются три дошкольных образовательных учреждения. Общеобразовательная школа. Строится новое здание еще одной школы. Строительно-ремонтными работами охвачены два медицинских учреждения. Более километра миллиаративных сетей. Очищается без малого 2 километра ирригационных систем. Скоро старый клуб в Махале-Янге-Хайот, построенный в 1974 году, примет облик современного центра культуры, где будут созданы условия для организации мероприятий в рамках выдвинутых президентом пяти инициатив. Капитально ремонтируются и три торговых точки. А ведь шалое старое здание бывшего ширкатного хозяйства преобразует в Махалинский гузар. Приступили к таким же работам и в 11 детском садике. А также сельской семейной поликлинике. В Махале-Шоштепа построили новую школу, а на базе старой организовывают деятельность дошкольного образовательного учреждения на 60 мест. В селении Тошцой, где малышей в возрасте от 3 до 7 лет, 120, не было ни одного детского садика. Потому старое здание школы скоро превратят в современное дошкольное образовательное учреждение. Рядом приступили к возведению нового здания школы на 144 места. Да, сегодня даже самые отдаленные местности Ахангаранского района облачаются в новый наряд. Сбываются многолетние мечты местного населения.